мы нам не успеем выйти до премии золотой мяч но я с нее начать хочу кому бы вы вручили награду в этом году вы же голосовали нет я еще не голосовал но будем только голосовать и там как бы есть такая договоренность перед тем как не мы проголосуем мы не будем говорить об этом потому что в принципе фифа так как их прошлом году будет это голосование организуется отдаленно через платформу и они в принципе только сейчас определили круг кандидатов откроет эту платформу в принципе там до если не ошибаюсь не хочу соврать и по моему до 9 10 декабря будет голосование потом подсчет этого всего и потом уже объявят вот там будет видно кто про кого проголосовал подождите вы про фифа награду да про фифа а вы про что золотой мяч не мы не голосуем процент а фифа голосуют и про фифа вард да про лучшего игрока лучшего тренера вчера началось зрительское голосование а именно про золотой мяч а золотой мяч кому дали сложный вопрос сложный вопрос честно говоря готовясь к этому интервью больше в разрезе сборной так не очень задумывался над этой темы пока и так однозначно пока ответить не могу потому что и в разрезе фифа аварда у меня есть скажем так по некоторым позициям уже совсем состоявшиеся мнения есть позиции в том числе лучшего игрока где все таки еще думаю то есть не так что сели за три секунды заполнили нет потому что все таки наверное это определенная ответственность когда ты те дан дана возможность голосовать за лучшего игрока мира по версии фифа ну так по мне надо письмо к этому подходить а если о наших футболистов говорить не про золотой мяч конечно но какой-нибудь золотой диплом в этом году вы бы кому дали можете три фамилии назвать ну наверно надо сказать так что когда ты тренер сборной в первую очередь ты обычно говоришь фразы такие вежливости что вся команда молодцы это сложно кого-то выделить давайте их опустим я думаю что в целом действительно по этому году я могу сказать что в первую очередь ребята все вместе молодцы это безусловно так по стилистике как мы играли за счет чего мы добивались очки очков но тоже время понятно что в каждой линии вырез вырисовывались определенные лидеры и тут я думаю что 2 3 наверное будет сложно отметить но в целом у нас появились такие новые лидеры или новые старые лидеры очень удачно и думаю в целом этот цикл сыграла пара центральных защитников добра черномордой довольно стабильно уверенно причем у них были не самые легкие оппоненты у нас получилось так что у нас группа такая была где была и норвегия и голландии да и турция с алмазом который блестел еще вот весной в чемпионате франции за счет по многому за счет его удачные результативные игры его клуб стал чемпионом это однозначно те кого я могу выделить в группе атаки там без такая по моему здоровая конкуренция между удрикесом и гудковским и вот роберт в этом году именно в разрезе сборной провел несколько очень хороших игр и я очень рад что у него ему удалось удалось в разрезе клубной карьеры сделать шаг вперед я надеюсь что он там колландии получит хорошую игровую практику но и наверное да действительно оба крайних защитника и роберт савальникс и равис юрковский которые не просто а играли на хорошем уровне но многие играли они сыграли самое большое количество игрового времени в сборной в этом квалификационном цикле так что безусловно их обоих в центре полузащиты таким ключевой фигурой наверное до данный момент у нас является артур дзюзин но у него правда очень многое всегда зависит от состояния здоровья не всегда он полностью может нам помочь хотя вот его присутствие или отсутствие на поле очень серьезно влияет но и под последние наверное сборы это в том числе роберт который как воротарь скажем так выручил нескольких играх нас очень прилично оставлял нас до конца и игры в игре и давал нам возможность претендовать на результат ну почти весь состав ну нет нет не весь там еще много ребят которых можно было отметить но вот это наверное теле так несложно вот действительно без лишние лишнего такой ну фраз вежливости сказать вот там одного двух потому что пока мы вот строим такую командную это чтобы не обидеть остальные нет это потому что вот тех которых я назвал они заслуживают и я вообще в целом считаю что именно вот у нас на данный момент мы сильная команда не потому что это фраза вежливости а потому что стиль игры у нас такой что если у нас 23 человека выпадают сложно кому-то из тех ребят которые вроде как лидеры без этих ребят проявить себя потому что на данный момент мы больше команда чем набор личностей футбольных есть футболисты которые свободное время от работы да они все равно смотрят футбол смотрят лигу чемпионов матча играют в playstation а есть и наоборот кого уже тошнит от футбола они лучше фильм посмотрят свободное время с девушкой погуляем вы как тренер вы в какой категории но статьи нет я целом люблю смотреть футбол мне нравится смотреть футбол особенно мне нравится когда вот нет такого напряга когда ты просто можешь покайфовать от хорошего футбола включить лигу чемпионов потому что футбол сборных не так много получается смотреть в это время ты на сборе ты анализируешь соперника анализируешь свою игру ты чуть-чуть другом режиме а когда особенно чуть-чуть после паузы сборных у тебя есть там неделя-две ну ты с большим кайфом можешь посмотреть футбол хотя наверное можно сказать что все таки вот в зимнее время это больше чем в разрезе сезона сентябрь октябрь ноябрь потому что даже между сборами там как довольно короткие паузы эти дни довольно загружены беря в учет специфику работы тренера сборной кому-то кажется ну что он там четыре тренировки провел две игры провел и потом он там отдыхает до следующего сбора принципе основная работа как раз в разрезе сборной происходит между сбора подготовка сборов коммуникации с игроками анализ своей игры анализ соперника все все доработка всех нюансов там ключевой фактор именно работы между сборами лигу чемпионов смотрите она не пересекается со сборами конечно смотрю конечно смотрю но надо сказать это тоже вот под периодов зависит как в какой в какой момент где-то больше где-то меньше на кого-то обращаешь внимание больше на кого-то меньше ну так смотрю у вас есть любимые команды из детства может быть которым вы так болеете ну конечно я в принципе так однозначно я один из тех людей которые болел болеет и будет болеть за барселон хоть и сейчас это ну наверное для них не самый удачный период но мне кажется это нормальная ситуация у любой большой команды когда есть периоды скажем такие очень яркие и после них идут нормальные спады перезагрузка да вот барселона однозначно мне симпатизирует безусловно и команда гвардиолы манчестер сити вот стилистика их игры и чисто потому что ты в таких играх получаешь эстетическое удовольствие хотя но я наверное из тех людей которые в футболе может получить удовольствие не от хорошего контроля мяча или классной атакующей комбинации а и от классного подката и отбора и нет ну я говорю и футболистам что если ты защитник ты должен уметь не то что умеет даже очень большой плюс если ты кайфуешь от хорошего отбора или ты кайфуешь от хорошего подката это выиграешь единоборство что это тебе в радость значит и на нужной позиции что это так для тебя не зубная больше ты хотел бы там играть нападение но что-то у тебя в жизни не сложилось и тебя поставили в оборону у хави получится марселона сложно сказать я думаю что что мы думаем в разрезе слова получится я думаю что у хави сейчас конкретная задача перестраивать команду вводить лидеров новых возвращаться к этому классическому стилю это будет непросто на это нужно время если болельщики руководство барселона они понимают реальную ситуацию на данный момент они понимают что они уже ну вот в этом разрезе сейчас не великий клуб по такому спортивному уровню сейчас в европе все-таки такой середнячок и нужно время для рестарта тогда получится если как бы будет такие ну неправильные ожидания будет очень большое давление то будет сложно потому что я думаю им нужно время перезарядиться и я думаю 3-4 года это как минимум это при том что я только про спортивные моменты говорю не зная всех нюансов того что там труба от творится с финансами с организационной структурой потому что это тоже немаловажный момент куда они могут двинуться дальнейшем когда смотришь матч по телевизору и показывают до игры как иногда команда приезжает на стадион выходят футболисты на поле там еще в куртках знакомятся с газоном половина из них в наушниках некоторые слушают музыку кто-то может хвастается просто у него дорогие наушники у вас есть какие-то предыгровые ритуалы музыкальные какие-то предпочтения которые вы соблюдаете в день игры это вы говорите про команду или про меня лично про вас это у меня в день игры в принципе я скажу так еще такая скажем доводка рабочая идет когда еще с кем-то из игроков надо переговорить по каким-то тактическим нюансом индивидуально кому-то надо посмотреть в глаза и стукнуть по плечу что ты давай не там не нервничай все будет в порядке плюс конечно скажем в принципе это еще зависит от того ранее играли позднее если игра позднее то ну наверное это такая хорошая чашка кофе после обеда чуть-чуть посидеть с тренерским штабом еще обсудить какие-то последние нюансы если мы говорим там вот игра без 15 10 вечера если это ранняя игра то обычно беря в учет что футболисты их игровой такой режим дневной режим подготовки к игре он обычно начинается тоже с того что подъем не очень ранее он где-то там после 9 беря учет что у каждого есть чуть-чуть свои эти привычки ложиться спать вечером чтобы это количество сна было достаточно и там довольно интенсивно все происходит и там особо времени на на то чтобы там вводить какие-то ритуалы тренерского штаба не так много есть что нет таких особых ритуалов нету все заточено на игру сюда не на музыке в день это музыки да потому что в принципе футболистом чуть-чуть по-другому он готовит только себя ты готовишь себя ты готовишь штаб ты готовишь игроков ты следишь за конкретными организационными моментами чтобы ничего не прошли опали нет не пропустили были готовы ну и ты сам прокручиваешь игру уже думаешь о том каким будут сценарии к чему тебе быть готовым что тебе еще сказать кому-то можешь сказать кому-то из тех но которые не в основном составе встретиться с ним переговорить и как бы подготовить хорошую замену например плановую там чисто в эмоциональном плане очень часто вот эти этот промежуток не перед самой игрой когда есть раздевалка вот этот промежуток после обеда и до выезда на игру он довольно важный когда ты можешь лишний раз не дергать тех футболистов которым это может помешать но кому-то дать хороший импульс перед игрой это правда что вы в елгове живете ездите на поезде время не всегда буду езжу на поезде иногда на машине у меня супруга работает в реке какие-то дни на машине какие-то не на поезде это удобно в плане но не так логистика пробки время на дорогу отлично беря в учет что вы знаете я недавно прочитал одну такую шутку которая про меня как какой самый бесполезный человек на вечеринке этот трезвенник без водительских прав вот потому что он вроде не не выпил и не не порадовался с другой стороны и дома никого не мог развозить после вечеринки то есть это такой юмор но в принципе для меня это в принципе большой бонус потому что час на работу час с работы это мое рабочее время я могу взять компьютер его открыть поработать просмотреть видео сделать презентацию это два часа в день такой дополнительной работы которые я очень часто этим пользуюсь что если я еду на машине я не за рулем тем более я если я еду на поезде я и не еду за рулем поезда так что в этом смысле удобно нет никаких проблем за большинство мне кажется на вашем месте запросил об этом служебный автомобиль это проживание в гостинице оплачиваемой федерации это ваша скромность или что мне кажется это такое я не думаю что большинство это запросило я думаю что это нормальная ситуация чем отличается там тренер не знаю сборной от любого другого простой человек который едет на электричке те удобно тебе нравится ты едешь мне это никакой дискомфорта не вызывает понятно что сейчас когда вот это пандемическое время особенно перед сбором я стараюсь таких публичного транспорта чуть-чуть избегать больше в целях безопасности то есть но да нет мне это абсолютно нормально плюс вы знаете мне кажется что даже вот такая жизненная философия когда ты можешь в том числе посмотреть на людей окунуться в это все в общественный транспорт как люди живут какое настроение вообще в обществе тоже дает такое чувство реальности и хорошее чувство реальности мы с вами на разных общественных транспортах и почему мне не нравится там запах там неприятные люди кто-то кашляет чихает то слушает музыку в автобусе считает нормально ну я автобусом меньше ездил хотя на троллейбусом еду да это не особо не не мешает не раздражает что я в тот момент ну так может быть так вот кину взгляд что происходит если я чувствую что что там ничего не как бы не не подчеркнуть сажусь за компьютеры работы мне никто не мешает я никому кстати когда вы едете в общественном транспорте у вас бывает узнают не подходят не советуют как нужно тренировать сборной да нет наверное если узнают то так могут посмотреть где-то я его видит особо нет не не подходят не советуют когда есть хорошие периоды например какие-то могут подойти сфотографироваться так ругать ни разу не ругали хотя может после про плохих игр где-то ругали но лично не ругали в общественном транспорте ли где-то другом месте опять же это такая составляющая профессии на я на нее спокойно смотрю мы не не италия где там все полностью живут футболом знают все лицо я думаю что многие меня в лицо не знают так как и многих футболистов сборная не не знают лицо если он поедет на общественном транспорте не факт что антона черномордова многие узнают в общественном транспорте в латвии но может в даугу в пелси да может быть в елгаве меня тоже больше узнаешь чем в риге ну а это потому что футбол не на первом месте в латвии как вид спорта или в целом нас нет такого что в спорте звезды что они не могут пройти по улице даже россия у меня нет каких-то умопомрачительных успехов но если мы что карпин ездит на автобусе или поезд куда-нибудь едет на метро он иногда даже это выставляет а куда-то в инстаграм как случай что проехал на метро один раз да но вы знаете я думаю что во первых это ментальность у нас чуть-чуть другие люди они более северные были сверху и мы такие сдержанные да и я наверно сам такой же я навряд ли если я там буду ехать в одном транспорте или в одном самолете с каким-то известным человеком подойду к нему там не знаю заговорю с ними или или что-то навряд ли очень навряд ли второй момент если говорить про футбол в целом но мне кажется футбол в латвии как вид спорта он популярен просто что мы подразумеваем под футболом то есть если мы подразумеваем сколько занимается или детей или любители играют футбол сколько смотрят международные игры болеют за футбол я думаю это огромное количество ни один вид спорта близко не стоит с этим но когда мы говорим про спортивный успех если мы под этим подразумеваем популярность то в латвии это все очень переменчиво вот один момент хоккейная сборная хорошо будет играть это будет самый популярный вид спорта на полгода потом в какой-то момент bmx спортсмен станет чемпионом олимпийским кто-то заинтересуется этим на какое-то время потом баскетбол придет пора то есть у нас такое а так в латвии ли так во всем мире болеть за победителей я думаю что в принципе это вопрос такой долгосрочной культуры я вот помню один такой случай у меня был вам в англии я был на твою фа курсах и мы были на одной игре league one league one и как-то мы разговаривали с одним болельщиком который рядом сидел со мной мы сидели там на трибуне так те люди которые там приехали на курсы просто как футбол посмотреть приехали и как-то мы разговорились я ему задал потом как оказалось глупый вопрос я им говорю ну как это ваша команда вы болеете я тут в командировке просто пришел на футбол я ему задал вопрос за какую там большую английскую команду вы болеете он так меня посмотрел я за большие команды не болею у меня там вот есть своя команда в лиге конференции за нее мой дед болел папа болеет и я болею конечно не очень плохо играть часы я каждый раз когда хожу на стадион их ругаю это моя команда это моя команда из-за нее я буду болеть и мой сын будет за него болеть то есть это вот это англия это традиции это хотя там наверное тоже есть разные люди есть кто болеет за успехи например тот же манчестер сити наверно сейчас и там 10 лет назад их количество их болельщиков ну разное но но в целом у них существует в том числе этот локальный патриотизм у нас в латвии я думаю что кое-где это тоже есть например я думаю что же пример балмиры хорошо показывает что там полно болельщиков с таким патриотизмом локальным я когда работал в югави и после меня в югави это было когда там за команду болели приходили на трибуны и в хорошие сезоны и не в столь хорошие но в целом в латвии болеют за результат за победители потому что хотят ассоциироваться с победами что наверное нормально хотя я не думаю что это во всем мире потому что я не думаю что так много стран где так много видов спорта есть из-за которых болеют потому что есть многие виды спорта которые просто во многих странах не существует есть два три ведущих вида спорта все остальное это для энтузиастов которые сами занимаются или специально интересуются этим видом спорта со мной стороны это понятно это принадлежность и прочее. Вот, например, мне сейчас приходит в голову Эдмунд Новицкий, который очень интересуется Вирс Лигой, следит, знает там составы, не знаю, там Тукумса и прочее. Я никогда не мог понять, я всегда его спрашивал, почему тебе интересно поехать там на матч Мэтта Валмера, например, потратить на это время, а не посмотреть по телевизору Интер Милан. Это же, ну, явно будет интереснее, зрелищнее, красивее. И, как бы, вот я не понимаю, с одной стороны понятно, это как бы патриотизм, с другой стороны, мы же выбираем хороший фильм, а не плохой. в кинотеатре. А может быть и ситуация такая, что подкупает то, что ты в этом, ну, ты сам в этой среде, сам в этом обществе, ты знаешь каждого из них, кто участвует, и, может быть, если у тебя есть выбор посмотреть фильм, где ты знаешь почти каждого актера и часть из них лично и с ним в личных отношениях, или посмотреть хороший фильм, где ты никого не знаешь, иногда, может быть, ты выберешь первый вариант, сложно сказать. Мне кажется, очень сложно смотреть фильм, где ты знаешь актеров, ты не будешь им верить. Не, ну это да, может быть фильм не самый лучший пример, я согласен, но в принципе я, например, сам могу сказать, что сейчас это определенная составляющая моей работы смотреть Верслигу. Не, ну я больше про боление. Да, но я даже вот так, я тоже понимаю вот этот локальный патриотизм, наверное, вот в тот момент, когда мне надо выбрать было бы посмотреть одну игру хоккейную и выбрать или посмотреть НХЛ по телевизору, или поехать в Елгаве посмотреть хоккейный клуб Зенгала, который там играет, я, наверное, вот выбрал бы второй вариант. Было бы это интересно, там посмотреть, что и как, как наши местные ребята играют, как они на фоне соперников, если это одна игра, если там каждую неделю ехать и смотреть, это может быть чуть-чуть другое, но я в принципе это понимаю, принимаю и я думаю, что есть право на жизнь и у одной категории людей, и у другой, у каждого свои интересы просто. Такой, вы экономный в плане траты денег человек? Во-первых, я из тех людей, которые не привязываются к определенному уровню доходов, то есть я понимаю, если, например, сегодня мой уровень доходов чуть-чуть выше, чем вчера, это не значит, что это будет завтра. И я, наверное, такой прагматик, есть какие-то вещи, которые, ну, мне нравятся и на которые я готов адекватную сумму тратить, но есть много вещей, которые, ну, просто на которые я вообще не буду тратить деньги, потому что я не вижу в этом большого смысла, там, не знаю, в брендовой одежде очень такой, в дорогих машинах или еще в каких-то моментах, я просто в этом не вижу смысла. Ну, например, не знаю, потратить, ну, адекватную сумму на хорошую поездку отдохнуть с семьей, я потрачу, но я потрачу тоже адекватную сумму денег, я сам найду авиа, я сам найду гостиницу, я сам сорендую машину. И даже не потому, что, может быть, там это вопрос больше экономии денег, а это вот такой спортивный интерес, найти хорошего качества услугу за адекватные деньги. Какая ваша самая дорогая покупка в этом году? Ну, и не с ума, а, может быть, что? Сложно сказать, я даже не знаю, у меня нету, наверное, такой очень дорогой никакой покупки, только поседневные какие-то моменты. Ну, что-то такое, чтобы сейчас бросилось на ум, что я там купил что-то дорогое. Вы из тех, кто копит или из тех, кто тратит? Я из тех, кто не отказывает себе в каких-то практических вещах купить хорошую книгу или, как я говорю, поехать на неделю отдохнуть, но не куда-то там в Австралию или куда-то там, где, не знаю, в тот момент тебе нужно просто подзарядить энергию. Но я, наверное, ни из одних, ни из трех. Я трачу, не задумывая, что мне надо на какой-то черный день, но сухой остаток такой, когда я трачу, я только, ну, я понимаю, что я трачу столько, сколько реально нужно. Я не покупаю что-то такое, просто мне понравилось эмоционально, нет, этого нету, и я на это так вообще очень ровно и спокойно смотрю. Я почему-то такие вопросы начал задавать. Просто хотелось, чтобы вы улыбнулись. Вы все время кажетесь таким собранным, серьезным, уравновешенным, в каких-то своих мыслях. Я редко видел фотографии, где вы улыбаетесь или смеетесь даже. Вы такой как бы в жизни тоже? Или вас, ну, может рассмешить какой-нибудь дурацкий анекдот, черный юмор, что-нибудь? Во-первых, я думаю, что у меня у самого очень специфическое чувство юмора, иногда создается впечатление, что кто-то смеется только тогда, когда он мой подчиненный и ради приличия это делает. А вот сейчас у нас было, кстати, в сборной такое, такое командное мероприятие на этом сборе последнем, где, ну, мы играли что-то похожее, как есть игра сто к одному в российском телевидении, где там сто людям задают какие-то вопросы, потом популярные ответы надо угадывать, то, ну, чуть-чуть в своем формате. И один из вопросов был про чувство юмора. И мы, в принципе, по оценке ребят из штаба, мы с Каспаром Дуброй были два с лучшим чувством юмора в команде. Ну, это так, может ли стили, может быть, так оно есть. Нет, нет, я могу улыбнуться, мне нравится, я вообще по жизни, ну, такой человек, который, который любит жить с определенной долей юмора, но это такое внутреннее. Потому что внешне, конечно, я сдержанный, это и, наверное, где-то отпечаток этой профессии, когда ты уже публичный человек, когда любой какой-то такой момент, он потом где-то от тебя отыгрывается так негативно, с негативной точки зрения. И ты всегда на публике, ну, ты дома будешь один, а на публике ты будешь чуть-чуть другой, более сдержанный, может быть, более холодный, кажется такой. Но это больше, наверное, вот отпечаток того определенного такого психологического фона, давления, которое идет, ну, вместе с работой главного тренера сборной. То есть прийти на интервью в такой одежде, как у меня, вы не можете себе позвонить? Могу, могу, наверное, но это уже такой вопрос, вот, чувства. Итак, мы с вами, так, тут в этой студии в первый раз, я так специально формат не просматривал, какой формат, может быть, в другой раз, да, повседневной одежде могу, наверное, почему нет. Ну, вы думаете об образе, который вы несете? Я просто, ну, вот пример, например, Леонида Слуцкого, да, знаете такого тренера? Он очень любит ходить на всякие юмористические шоу, там, в КВН сниматься даже, он снимается эти видеоклипы, делает Рубин, читает рэп на татарском. И многим фанатам это нравится, какой родной, какой наш, а другие говорят, ну, ты бы тренировал команду, тем более она не очень сейчас играет, а не рэп читал. Ну, мне кажется, этот бумеранг, он всегда будет такой, кому-то что-то будет нравиться, кому-то нет. Тут важно, какая у человека сущность. Если, например, Леонида Слуцкий, ну, вот, от этого получает дополнительную энергию, кайфует и так далее, это у него, как бы, естественно, его состояние, это нормально, я никогда это обсуждаю. У меня нет такого естественного состояния, у меня есть, наверное, какой-то более узкий круг людей, с которыми я могу быть чуть-чуть другим, но в целом я долгое время там и спортивный директор федерации, тренер сборной, до этого тренер Илгавы. И, в принципе, я для тебя выбрал такой, ну, скажем, формат, при котором я очень сдержан на публике, и я, например, навряд ли вы меня уговорите рэп читать, или там прийти в юмористической программе по часу. Ну, пиар-отдел ЛФФ может не стараться, да? Нет, ну, там есть другие кандидаты, есть другие кандидаты, которым это нравится, и это, как я говорю, для них естественно, для меня, наверное, это нет, это не мой формат. Я такой более закрытый и такой более семейный человек, который, ну, на публике, и на данный момент, вот, я с вами сегодня говорю про профессиональные темы, это мои рабочие обязанности, я с удовольствием это готов делать, но в определенных рамках. А за закрытыми дверьми в раздевалке вы можете кричать, кинуть бутылку в шкаф? Таким я вас тоже не могу представить. Редко, но могу, да, в этом году было. А после какого матча, можете сказать, или тайма? В перерыве игры с Эстонией на Кубке Балтии. Это до Германии или после была игра? Это было после Германии. А матч с Германией, он был нужен в этом году? Вы знаете, это такой сложный вопрос, вот, когда мне задают этот вопрос, а ты бы еще раз вот эту игру играл? Ну, я скажу, да, играл, потому что я думаю, что для футболистов это, хоть и получился негативный опыт, но это очень большой опыт играть с большими командами. До стартового свистка было непонятно, как будет все это выглядеть, нет? Нет, потому что я думаю, что, ну, сослагательного не может быть, наверное, но я думаю, что если мы были в более хорошей физической форме, наши футболисты, и в оптимальном составе эта игра чуть-чуть по-другому бы развернулась, потому что даже вот по показателям это так, визуально кажется, есть 7-1. Я могу сказать, что игра, которую мы играли с голландцами, по созданным моментам чисто футбольным у голландцев 0-2 на выезде, а голландцы намного больше моментов создали у наших ворот, и у них вот эти все статистические показатели были намного больше, выше, чем у немцев. Ну, во-первых, мы сыграли слабую игру с немцами, и во-вторых, немцы реализовали почти все, что у них было. Забивали с разных точек очень четко, хотя это и характеризует немецкий футбол, безусловно, это одна из характеристик, в чем отличается голландская сборная от немецкой в том числе. Но я скажу так, я думаю, что эта игра была нужна, я сожалею о том, что она попалась в такой не очень удачный для нас период, и это и смазало нашу подготовку к игре с Эстонией, и, скажем, что мы в той игре качественнее выглядели, выиграли Кубок Балтии, но я думаю, что это дало нам много чего для дальнейших вот этих игр, которые были осенью. Дало, однозначно, да. Я как болельщик, мне кажется, исход был определен, и рассчитывая на победу, на что-то еще было сложно, ребятам убедиться в том, что лишний раз они хуже в Германии, потом ехать играть за Кубок Балтии с Эстонией, и какая польза, кроме футболки Хайверса и Вернера, я вообще не понимаю. А вот когда мы играем с Голландией, в принципе, такие же мысли у вас перед игрой с Голландией. Результат определен уже, голландцы там наголо усиленнее на триггала у нас. В игре в Риге, там, в концовке... Ну, с голландцами мы не можем избежать игры, они нам достались. Нет, понятно, но в принципе, вот где-то подход такой же, но в игре тут в Риге, при том, что, конечно, голландцы владели преимуществом, они были сильнее, и сильнее будут, в концовке игры Тарасов мог забить голым и 1-1 эту игру могли сыграть. При том, что голландцы полностью доминировали. Разве через год кто-то вспомнит это, или все будут помнить 1-7 и 0-2? А вы знаете, тот же вопрос не в том, кто что будет помнить, это вообще не важно. Важно то, когда мы создаем команду, ведь вот игра сама, она же не строится просто мифически. Вот сегодня вышли, сыграли хорошо, завтра плохо, она состоит из многих компонентов. Ментальных, функциональных, игровых. И если мы говорим об игре с Германией, то да, в той игре получилось так, что немцы высветили все наши слабые точки, проблемы, и можно сказать, ну, в чем там смысл? А смысл в том, что потом с этого вынести определенные уроки, и готовясь к тем играм, из которых, как вы говорите, мы не можем избежать, мы более качественным были бы к ним готовы в игровом плане, в ментальном плане. Посмотреть, что происходит, если мы то-то, то-то, то-то не делаем, что соперник с нами сделает. И наоборот, в чем-то прибавляя, реально в игровых компонентах, что мы можем быть по результату, да и по игре конкурентоспособными, выбирая определенную тактику и определенную стратегию на игру. А у наших игроков есть проблемы с психологией? С какой-то неверой в собственные силы, с какими-то ожиданиями, возможно, общества? Вы знаете, вот смотрите, за последние года очень часто были ситуации, когда сборная одну игру в год выиграла. Если у нас это не Лига наций, где априори наши соперники наше уровне или послабее, мы играем в квалификации, там получают вот жеребьевка. И когда ты выигрываешь одну игру за год, очень сложно быть очень уверенным в своих силах. Так же, как вы что-то в жизни будете пробовать, у вас раз за разом будет не получаться, не получаться, не получаться. Сложно сохранить веру в то, что вы это можете сделать. И эта вера может прийти только реально, когда у тебя что-то получается в реальной жизни на поле. Не потому, что тебе кто-то скажет, ты можешь, но тебе скажут, но если ты выходишь на поле, пробуешь это сделать, и ты не можешь, эта вера в тебя не приходит. Я думаю, что да, вот эта такая ментальная уверенность и психология, это один из факторов, в которых нам еще очень много надо прибавлять, но я думаю, что мы и в том числе очень много прибавили в этом за этот год как раз, потому что эти игры показали, что мы уже не боимся играть иногда, пока у нас силенки позволяют и соперник позволяет. Не всегда тут пока мы можем диктовать условия, мы еще зависим во многом, когда играем с командами посильнее нас и в том, как реагирует соперник на определенные наши действия, например, играем с турками, они ошарашены тем, что мы их прессингуем и там раз за разом угловые игровые моменты, голевые моменты создаются, они к этому не готовы. Там, не знаю, играем с голландцем и мы их пробуем прессинговать, они у нас 3-4 раза этот наш прессинг обстучали и мы уже не понимаем, что мы нет смысла туда идти и прессинговать, потому что они с этим справляются. Но вот эта уверенность, она приходит через игры и я думаю, что мы стали, ребята стали намного увереннее, они намного больше верят в свои силы и я воистину считаю, что у нас крепкие, средние, хорошие футболисты, из которых можно сделать хорошую конкурентоспособную команду. Но, конечно, чтобы сделать следующий шаг, очень важно, чтобы игровая карьера этих ребят развивалась, чтобы поседневно они находились чуть-чуть в другой среде, потому что если ты играешь в чемпионате Латвии и потом тебе надо быстро перестроиться, играть против голландцев, турков, норвегов, которые играют в премьер-лиге, во французском чемпионате, в бундеслиге и тренируется там совсем на других скоростях, принимает решения, то это непросто. И тут важно вот в развитии сборной, чтобы наши некоторые ребята делали следующие шаги, я как уже отметил того же Роберта Улдрикеса, я сейчас смотрел несколько его последних игр, когда он уже в Голландии играл, но мне нравится то, в какой среде он сейчас попал. И ему очень важно, если он там будет играть, он точно будет развиваться и расти. Если у нас будет таких 5-6 футболистов, у нас есть уже шанс сделать следующий шаг, а следующий шаг это реально претендовать на то, что мы просто не в отдельной игре боремся, бьемся, а можем добиться определенного турнирного результата, быть стабильно в середине таблицы и при удачных циклах претендовать на что-то. То есть латвийский футболист должен стремиться уезжать из Латвии? Латвийский футболист должен стремиться развивать себя сначала в Латвии, быть тут лучше и при определенном моменте делать следующий шаг, да, уезжать из Латвии, более сильные чемпионаты, более сильные клубы, более конкурентоспособную среду. Есть какой-то возраст, до которого нужно это сделать или это индивидуально? Это очень индивидуально. И пока я могу сказать, что, ну, наверное, этот позитивный опыт все-таки такой, что до определенного возраста, там, до 20-21 года футболист нормально может, при том, если он попадает в правильный клуб, где с ним работает, есть хорошая, скажем, тренировочная работа, у него есть достаточно игровая практика, он точно может развиваться в латвийских клубах. Он тут должен быть одним из лучших, если не лучший, и тогда у него есть шанс за границей, потому что я думаю, что время, когда там в начале 2000-х у нас были ребята, которые уезжали в премьер-лигу, она очень эта ситуация сейчас поменялась. И я думаю, что уровень конкуренции он за 20 лет очень серьезно в футболе вырос, очень серьезно. Кому из латвийских футболистов пора менять чемпионат? Пока не говорите там дипломатично, можете назвать конкретные фамилии, на ваш взгляд, кому в ближайший год-два нужно паковать чемодан? Не могу назвать, потому что если мы говорим о тех игроках, которые сейчас играют в чемпионате Латвии, то... Савельнексу нужно уезжать? Ну, вы знаете, Савельнекс, там тема такая, что он сейчас сыграл лучший, наверное, один из лучших, если не лучший сезон в клубной карьере сборных, но в то же время ему 28-29 лет, и это уже его выбор сейчас, каким путем пойти. У него, наверное, два-три контракта до конца его карьеры, и мне сложно сказать, в его возрасте это выбор все-таки решиться уехать из Латвии или, ну, как говорится, взять синицу в руках и подписать один или два хороших контракта еще с ведущими клубами тут. Не, но это будет решать он, вам как кажется? Вы знаете, я думаю, если бы он меня вот сегодня спросил об этом, то было бы очень важно, какие есть варианты, куда уехать. Потому что для меня, как для тренера сборной, очень важный момент, чтобы Рубль Савельнекс играл регулярно, был в составе, набирался игровой практики и был в хорошей функциональной форме. Он, в принципе, по своему уровню способен уехать в крепкую среднюю лигу, но только при варианте, если он там основной игрок, если на него рассчитывать как на основного игрока. Если это, скажем, вариант, при котором он как свободный агент уезжает, его просто берут как опцию 25-го игрока, то лучше не уезжать. А с Черномордой? Да, Черномордой один из тех, и Озоус и Черномордой, я думаю, что это ребята, которые по своему нынешнему уровню, они близятся к тому, что для них было бы хорошо сделать следующий шаг в карьере. Потому что тот же и Антон, и Роберт, они играют за ведущую команду Латвии, до этого многократного чемпиона в этом году, не очень у них удачный сезон. Регулярно играют в составе, уже, я думаю, свою игровую практику они там накопили и шишки набили, уже определенный, скажем, процесс становления прошли. Нет ощущения, что они топчутся на месте сейчас? Ну, вы знаете, вот этот сезон, когда у команды он неудачный, тогда так можно и сказать, но с другой стороны, до этого это были молодые ребята, которые вместе с опытными легионерами стали трехкратными чемпионами, играли в Еврокубках регулярно. Я не думаю, что до этого они топтались на месте. И тут вопрос, вот сейчас, я думаю, что время пришло, когда они могли бы это пробовать, но это же всегда, знаете, то, что они могут. И какая есть реальная ситуация, ведь реальную ситуацию диктует рынок. Почему мы можем гипотетически о каждой фамилии говорить, но чтобы куда-то уехать, нужно, чтобы их кто-то пригласил и предложил контракт, и, может быть, еще предложил клубу трансфер за это. Вот пока, наверное, не очень много таких ситуаций, потому что если такие ситуации были, то, наверное, бы они реально рассматривались. Тут еще важно нам самим понимать, достаточно ли мы хороши, чтобы уже кто-то нам этот контракт предложил. То есть вы думаете, проблема с той стороны, а не в той, что они не хотят, боятся и прочее, прочее, прочее? Я не думаю, что это проблема, я просто думаю, что на данный момент они хотят, они не боятся. Но на данный момент, наверное, их качество еще не убедило другие клубы, скауты, чтобы им предложить хороший контракт. И я очень надеюсь, что в том числе вот этот год сборной им в этом поможет, потому что было немало хороших игр, и я очень надеюсь, что кто-то из ребят, не только латвийского чемпионата, кстати, это тоже важная тема. Потому что вы задали вопрос, ну, скажем, кому надо уезжать, я думаю, что у нас есть несколько именно футболистов, которые за границей, которым, возможно, надо делать следующий шаг. Тому же Владу Гудковскому, возможно, есть вариант подумать о том, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Возможно, тому же Яне Суиковну, если у него все со здоровьем в порядке, после этого финского периода надо делать следующий шаг вперед. Так что я думаю, что тут это не только латвийских футболистов касается, а в том числе и тех футболистов, которые за границей, но сейчас их, может быть, в средних лигах или не на самых ведущих ролях. Роберт Озелс – это основной вратарь сборной или здоровый Штайнбург все равно номер один? Я думаю, что Роберт Озелс вот этим осенним периодом, ну, скажем, сделал серьезную заявку на основного вратаря. Мне сложно сказать, вот придет март, придет июнь, в какой форме кто из них будет, пока все-таки это конкуренция между этими двумя вратарями. Плюс я, честно, я очень доволен и следующими двумя, и Крещеннисом Зведрисом, и Рихардом Матревицем, которые, скажем, создают такую здоровую конкуренцию. И если, например, была бы ситуация, что надо было бы делать замену в Осло, я был готов, и у меня не было там никаких панических настроений, что вот сейчас придется Рихарду встать в ворота, потому что… Рихард второй номер был? Ну, на данный момент, да. В матче с Гибралтаром не нужно было Роберту дать отдохнуть. А почему? Ну, дать вот Рихарду возможность вообще понять, что такое сборная Латвы. Так он и знает, что сборная, он год уже тренируется в ней. А то, что касается игрового времени, вот мне задал один журналист вопрос. Тренер, вот в игре с Гибралтаром не было мысли выпустить там ребят, которые меньше играли в цикле. Или вы считаете, что в сборной в каждой игре должны играть лучше? Такая была формулировка вопроса у журналиста. Я сказал, да, я считаю, что в сборной в каждой игре должны играть лучше на тот момент футболистов. И в разрезе национальной сборной я не считаю, что кому-то что-то надо давать. Надо заслуживать, надо взять самим. То есть на данный момент в каждой конкретной игре играют на тот момент лучшие ребята. Понятно, если там в промежуток идут товарищеские игры и официальные в одном окне, то там уже чуть-чуть другая может быть ситуация, потому что там есть еще планирование функциональной нагрузки, там есть вопрос до игровой практики. Но то, что касается официальных игр, нам нужна эта уверенность. Нам надо выиграть у Гибралтара, нам надо готовиться к следующей лиге нации, нам надо шагать вперед. И в этом смысле я не сторонник того, что в национальной сборной кому-то что-то надо дать. А в сборной есть премиальная? Есть. А как выглядит эта система вознаграждения? Это за победу, за ничью, за гол? Что оценивается? Там система довольно простая. Там есть премиальные за победу и за ничью. И есть, скажем, такая разница, конечно, между тем, ты игрок основного состава, ты выходишь на замену, ты просто в заявке или маленькой суммы для тех, кто на сборе, но не попадает, например, в заявку на конкретную игру. Гол? Нет? Нет, ничего дальше нет. Командный, конкретный командный результат. И тренерский штаб тоже получил? А не должно? И в том числе и медицинский штаб и так далее. Конечно, там разница есть, сколько получает футболист, сколько получает дальше член штаба и так далее. Там градация есть. То есть если Гудковский сделал хитрик, не важно? Важно, он классно собирал игру и сделал хитрик. Ну, это про материальную составляющую. Ну, в разрезе сборной нет, потому что, ну, тогда уже надо и... линии обороны за сухую игру отдельно, но нападающим нет. Там, а запас больше дать или за гол больше дать? Ну, головой можно тоже. Да, то есть, а может, он еще неудобной ногой забьет? Три. Но системы есть разные. У нас эта система, она более упрощенная, беря в учет, что на данный момент, я думаю, что для нас важен именно такой командный дух, командные результаты. И мы, скажем, уже дальше в детали, в нюансы не влезаем в разрезе премьирования. А не должно быть так, что играть за сборную это и так честь, и не должна быть вот эта мотивация в виде какого-то материального вознаграждения? Это честь, безусловно, но надо понимать, что... Ну, вот смотрите, это профессиональные футболисты. И профессиональные футболисты для них точно, для этих ребят абсолютно... Та премия, которая есть в сборной, это не ключевой фактор, потому что это не огромные деньги. Они точно, я думаю, большинство в клубах получают больше, чем в сборной. Но в то же время, я думаю, что это больше такой жест, когда руководство федерации, оно показывает отношение к футболистам. Потому что ведь, опять же, если у нас большинство футболистов бы играло в Манчестер Юнайт, то, наверное, эту премию они вообще бы не чувствовали. Но берем в учет, что там есть и молодые ребята, есть футболисты чемпионата Латвии, и там, хоть эта сумма не огромная, это тоже еще дополнительный стимул. И я думаю, что это в профессиональном футболе это однозначно правильная вещь. Потому что, к примеру, ситуация июнь месяц. Заканчивается чемпионатом европейской страны, и футболисту вместо того, чтобы ехать в отпуск, ему надо ехать на две недели на сбор, национальной сборной, проводить игры. И тем более, это футболист не основной, он вообще запасной, он не знает, он сыграет даже хоть одну минуту. И жена ему говорит, ну слушай, ну может в этот раз не поедет, поехали там в отпуск или куда-то, там отдохнуть с семьей, восстановиться и так далее. И важно, чтобы футболист знал, что его ждут в сборной, что сборная для него важная очень команда, хоть он тут не работает, не зарабатывает деньги, но он абсолютно мотивированный. И вот именно вот этот вопрос отношения, в том числе и в такой маленькой премии, он мне кажется важен, очень важен чисто в документальном плане. Как вы оцениваете прошедший год для сборной Латвии по десятибальной шкале? Я думаю, что мы на такую твердую семерку можем оценить в разрезе и результата, и игры, и прогресса ребят. Да, семерка. Если какой-нибудь болельщик, который, возможно, видел краем глаза матча сборной в этом году, он смотрит в конце на таблицу. И мы заняли предпоследнее место, набрали 9 очков, если я ничего не путаю. Я не записал. В прошлом цикле к чемпионату мира мы заняли предпоследнее место, набрали 7 очков и определили Андору. Как бы небольшая разница получается. Не чемпионата Европы, а чемпионата мира. Да, наверное, небольшая разница. Последние пять циклов официальных на чемпионаты Европы и чемпионата мира, при том, что на это не уникальный цикл, у нас лучший результат за последние 10 лет. В плане набранных очков, забитых голов, пропущенных голов, то есть разница мячей, беря в учет еще состав нашей группы, который не очень простой был. Просто от чего мы отталкиваемся? Если мы отталкиваемся от реальной ситуации, в прошлый цикл на чемпионат Европы у нас было 3 очка, пропустили мы что-то там близко к 30 голам, сейчас 14, забили 3 гола, сейчас 11. То есть, если мы хотим просто по цифрам поиграться, то по цифрам нормально уже определенный прогресс. В конкретных моментах есть другое дело, но на данный момент сборная Латвии там находится, где она и должна быть. Она выше Гибралтара, она не обогнала Черногорию, которая по статусу и по футболистам чуть-чуть нас сильнее, но реально уже, в отличие от предыдущих циклов, мы реально боролись за это место. И в принципе в футболе нет сослагательного, но один удар цыганика в игре с Черногорией и пропущенные пенальти против Турции, эти два момента, развернувшиеся позитивно в нашу сторону, мы обгоняем Черногорию. Если до цикла сказать это, я думаю, что все бы оценили это отличным результатом, тогда я бы сказал девятка. Сейчас я говорю семерка, потому что были несколько игр, в которых мы не добились результата. Мы проиграли игру Турции, хотя здорово сыграли, но пропустили гол. Мы, я думаю, что большего могли добиться в домашней игре с Черногорцами, которая была еще в марте. То есть есть несколько таких игр в этом цикле, которые по результату мы не доиграли, так, как мы хотели, но опять же, вот этот прогресс, если мы объективно смотрим, мы двигаемся вперед и в плане игры, и в плане просто даже статистических показателей. Сегодня в Латвии есть игроки, которые в течение, не знаю, восьми лет способны бороться в группе за третье, второе место в отборе, да, на мир или Европу? Да. То есть вы верите в этот состав или в какое-то следующее поколение? Нет, я верю в этот состав. Большинство этих ребят, им сейчас 25-26 лет, и при прочих позитивных, скажем, моментах развития их карьеры, потому что это нельзя отделить, если они останутся там, где они есть, то будет сложно. Но если мы сохраним вот этот командный дух, эти моменты коллективные, плюс конкретные футболисты будут двигаться в своей карьере, у нас появится 5-6 лидеров, ну, не знаю, пример команд, которые играли на чемпионате Европы в финале в этом году, те же венгры. То есть у них есть группа лидеров, которые играют в классных лигах, но есть и средние игроки, которые играют венгры, где-то там или в Словакии, где-то там рядом, где есть средний такой уровень. И за счет вот этих сильных лидеров это конкурентоспособная команда, которая сама может пробиться в финальную часть чемпионата Европы. То есть мы можем, в принципе, на венгрию как на пример какой-то смотреть? Это одна из моделей, потому что нам надо понимать, что навряд ли в ближайшие 8 лет нам получится добиться ситуации, где у нас в топ-лигах будет, там, не знаю, 20 футболистов, и мы их просто соберем и за счет какого-то такого уровня будем превосходить соперников. Я думаю, что наша цель – это развитие команды, развитие отдельных игроков, вливание молодых талантливых ребят в команду продолжать этот путь. Но нам нужны вот эти лидеры, например, даже в нашем нынешнем формате. Нам надо, чтобы мы больше забивали из тех моментов, которые мы создаем. Потому что 4-5 моментов у нас в каждой игре есть, почти в каждой. Есть отдельные игры, которые, скажем, не складываются, вот как, к примеру, домашняя игра с Норвегией. У нас не очень хорошо было с моментами, но в целом в среднем у нас 3-4-5 моментов хороших за игру есть, и нам надо добиваться больше реализации. Это зависит от индивидуальных качеств игроков, которые в той ситуации оказываются в ключевых позициях. Но да, я верю, я верю, что модель, при которой мы можем двигаться вперед за счет дальнейшего роста карьеры ребят и роста самой команды, безусловно. Но то, что из этого получится, это никто не может сказать. Назовите худший и лучший матч сборной в этом году. Вы знаете, я думаю, что если говорить по худшей игре, то, наверное, это домашняя игра с Норвегией, которую мы тут в Риге сыграли. Я думаю, из всех игр, которые были объективно, это, наверное, такая наша самая слабая игра. Я не беру учет товарищеские игры, именно про квалификацию говорю. А лучшая игра, ну, наверное, вот эта игра с Турцией тут дома, вот по качеству игры, потому что вроде как по эмоциям, вот та турецкая игра 3-3, отыгрались, эмоции, все, ну, в эмоциональном плане, наверное, самое лучшее, но в плане качества футбола и того, что мы показали, вот мне игра, наверное, в Риге с турками больше всего понравилась. Вы вообще склонны к рефлексии над какой-то критикой ваш адрес? Ну, понимается, тот момент такой, что, конечно, склонен, во-первых, это нормальная составляющая, тем более тренерской работы, другое дело, что, ну, надо понимать, я не очень чувствителен, скажем так, и не очень большое внимание обращаю на то, ну, вот, что скажут массы, потому что в этом настолько мало объективизма, особенно, если это анонимные какие-то мнения, я на это спокойно смотрю, потому что я понимаю, если игра плохая, значит, болельщик будет недоволен, он будет критиковать, он имеет на это право, нормально, нормально, но это точно не будет меня уводить в какие-то дебри, что я сейчас, не знаю, буду месяц в депрессии и буду за это там очень переживать, я буду фокусироваться на том, что я могу сделать, я буду фокусироваться на объективной информации, я буду слушать мнения и задумываться тех людей, которые, скажем, профессионалы в этой отрасли, то есть те, которые эту профессию знают, они в ней работают, они сами через это проходили, у них есть свои мнения, потому что там, ну, ты иногда можешь зерно определенное найти, но этот баланс между тем, чтобы не шарахаться, особенно вот в наше время, когда такой огромный поток информации, ты просто можешь заблудиться в ней. Ну, сложно вас вывести из себя и обидеть, не знаю. Ну, как любой человек, ведь каждому человеку приятнее, когда про него хорошо говорят, чем плохо. И я не исключение, мне приятно всегда, когда похвалят или поддержат, и где-то неприятно, когда там, ну, скажем так, идет такой негативизм, но я этот негативизм делю на две части. Одна, это такой объективный негативизм, в который имеет право быть, исходя из ситуации, а второе, если это хамство или это такая уже, ну, из рамок исходящая агрессия, я ее не принимаю, и, ну, я не стесняюсь, я могу ей ответку дать. Я просто был на первой вашей пресс-конференции в январе 20-го года, когда вас назначили, и даже на ней, на самой первой, вы еще не провели ни одного матча и не видели, собственно, футболистов. Вас уже начали спрашивать, что будет, если не получится, готовы ли вы будете уйти там после пяти провальных матчей, ну, в таком духе, то есть, многие были настроены критически, не верили вообще. Сейчас риторика очень изменилась, да, вроде, путь верный, да, я всегда верил в Дайнис, это такое я встречаю. Вот вам это двуличие, оно как-то вас не раздражает? Нет, нет, меня это не раздражает, потому что я человечески понимаю одно, если на моем месте сидел такой признанный, всеми любимый бывший футболист, который играл в хороших лигах, его любили как футболиста, стартовые отношения к нему совсем другое было, потому что, ну, просто потому, что это наш, мы его любили уже как футболиста, дадим ему шанс, давайте. Когда я приходил, ну, во-первых, я сам, я привык к такому отношению, потому что я не бывший профессиональный футболист, у меня нет там каких-то заслуг, я на это смотрел очень спокойно, если это не переходило какие-то грани такого личного оскорбления, а просто это такая скепсис. А случалось такое? Нет, не случалось, из-за этого я как бы на это нормально, спокойно смотрю и смотрел в тот момент, и не очень переживал, да, мне может быть так хотелось, чтобы эта стартовая площадка более нейтральная была, чем негативная, но это не раздражало, я понимал, что люди просто, ну, смотрят на очевидные вещи, то есть, вот опять там непонятно, почему его назначили, вот в этот момент уже так у нас ничего там не идет, навряд ли это будет тот, который все исправит, хотя они меня лично не знали, тем более по работе не знали, и для меня в тот момент это был не ключевой фактор, ключевой фактор был, как ребята воспринут многие идеи, которые я им давал, давал мой тренерский штаб, и вот тут я очень рад, что они поверили, что они доверились, и что мы по этому пути вместе начали идти и продолжаем идти, а в разрезе того, что риторика меняется, так это, ну, это хорошо, плохо было бы, если многие сказали, да нет, но все равно плохо, несмотря ни на что, то есть не так просто вот головой в дверь врезались от тех, кто могут признать, что нет, ну сейчас нормально, молодцы, двигаются в правильном направлении, это хорошо, но я не обольщаюсь, потому что есть несколько игр плохих, плохой результат, и все туда же, или наоборот, хороший результат, то есть это очень подвержено, особенно на этом элитном уровне, я на это спокойно смотрю, я в этом очень ровный человек, и это нормально. Но ваш внутренний дайнер не радуется, что заткнул рты сомневающимся? Нет, нет, потому что я на это так не концентрируюсь, я не думаю, что это главная цель была моя, мне не надо ничего им доказывать, я сам себе что-то доказать хочу, да, а другим людям, я думаю, что они воспринимают по факту, и они воспринимают по факту, и я думаю, что это только человечески нормально, и тем более, что у определенной части людей это составляющая профессия, нет, я спокойно к этому отношусь, и более того, я как раз на это не трачу особо времени, я пробую фокусироваться на следующих шагах, у нас есть следующие игры, следующие сборы, и очень важно не потерять моменты, зацепиться за то, что есть, и наращивать, вот, следующие шаги делать. А быть тренером сборной Латвии, это не потолок, как бы, развития тренерской карьеры в нашей стране, как бы, любая работа после, это шаг назад? Ну, во-первых, мне кажется, вообще тренерская работа, вот для меня, абсолютно не лукавлю, я думаю, что равнозначно важно работать главным тренером национальной сборной Латвии и тренером У-12 в каком-то клубе, потому что каждый из нас, из тренеров, он делает очень важную работу, если на каком-то этапе кто-то классно делает работу, на определенном этапе футбольном, значит, он равноценно по мне, как хороший тренер сборной, так и хороший тренер У-13. Конечно, в жизни, по статусу, по всему, конечно, это разные вещи, но для меня, вот лично... Но вас удовлетворит через пять лет быть тренером У-12? Ну, вряд ли. Меня удовлетворит то, что я, во-первых, могу сказать, что понятно, что есть спортивные амбиции, профессиональные амбиции, безусловно, я как тренер, так же как футболист, хочу шагать вперед, но жизнь это такая штука, где никогда, например, успех или движение профессиональное, оно не идет вот так, перпендикулярно, туда-туда-туда-верх. Будут какие-то моменты вот туда-вниз-верх. И я, например, для меня не будет зазорно, ну, навряд ли я У-12 буду тренировать, но мне не будет зазорно потренировать команду У-18. И я не буду туда приходить с таким, ну что я тут, где-то там, я же должен быть где-то там. Я спокойно, я с удовольствием это буду делать, возможно такой этап. И я в целом вообще не люблю предугадывать следующие шаги. Просто надо серьезно, профессионально делать свою работу на максимуме и дальше жизнь все расставит на свои места. Сейчас будет жеребьевка, 16 декабря, кажется, если я опять ничего не путаю. Потом в марте, я так понимаю, будут какие-то товарищеские игры. И в июне уже начнется Лига нации. И как бы опять же человек, который видит вас по телевизору там 4 раза в год думает, а что вы будете делать вот в январе, в феврале. Расскажите людям, чем вы будете заниматься. Да. Ну, во-первых, скажем так, первый этап очень важный. На данный момент надо подвести итоги и сделать очень такой точечный анализ этого года. Это что значит? Это значит проанализировать общекомандные действия в разных фазах игры. То есть оборонительные действия, переходы из обороны в атаку, стандартные ситуации и так далее. В чем, скажем, у нас есть проблемы, в чем мы хороши? Дальше это наложить на концепцию игры следующего года, потому что тут будут различия. Мы играли этот цикл с командами, большинство, которые были намного сильнее нас, и совсем другая была стратегия игры, но также мы играли с командами нашего уровня. Следующий момент очень важен, это анализ индивидуальных действий футболистов, чтобы разобрать, какие моменты в разрезе игры в сборной мы можем, скажем, обозначить, как удачный рост футболистов и то, что они, скажем, восприняли, то, что мы от них ожидаем и какие игровые моменты мы хотим улучшить. Потому что, в принципе, после этого, как этот анализ делается, дальше очень важны личные встречи с футболистами. Январь, февраль — это время, когда есть заграничные сборы футболистов или те футболисты, которые есть в Латвии тут на месте тоже возможно встретиться, если есть период, когда они тут на месте. Это личные встречи с футболистами, индивидуальные беседы конкретные, у которых есть, наверное, три составляющие. Чисто такая жизненная, чтобы понять, с чем человек живет. Прошли несколько месяцев или пару месяцев после последней встречи. Может, кто-то поменял клуб, может, у кого-то поменялся тренер в клубе, поменялась ситуация. Второй момент — это чисто такая ментальная подготовка к тому, что нас ожидает соперники, какие ситуации возможны, с чем мы должны считаться. И третье — это именно специфические футбольные составляющие, где мы смотрим видео и говорим, что эти моменты были очень окей, и надо их придерживаться в дальнейшем. А вот тут есть компоненты игры нападающего, открывания, закрывания первой штанги, подготовка к преимуществу в ситуации до получения мяча, чтобы ты получил преимущество перед защитником, которые ты должен обговаривать с футболистами. То есть это первая важная составляющая, это коммуникация с футболистами, анализ прошлого сезона и подготовка к следующим играм. Второе, безусловно, как только закончится жеребьевка, и мы понимаем, кто наши соперники, это анализ, точечный, конкретный анализ игры соперников этого года, который прошел, и в том числе ведение этих соперников до первой игры, то есть этих мартовских игр, которые есть. Третий момент, безусловно, это момент, как мы прослеживаем ситуацию с футболистами в межсезонье, потому что есть футболисты, которые остались без клуба. То есть, что происходит с медицинским обеспечением этих футболистов, если у них тренировочный план, если нет, тогда подключается наш тренер по физподготовке и работает над тем, чтобы дать им индивидуальный план подготовки. Опять же, это встреча с тренерами клубов, где мы обсуждаем то есть прошедший сезон, планы на следующий сезон, как они видят футболистов сборной в своей команде, в какой роли, в какой тактике, как они оценивают шансы их играть или не играть, чтобы была бы какая-то предварительная информация уже у меня, к чему мне готовиться, как моделировать, в том числе и потенциальные варианты состава, потенциальные, скажем, B-вариант, при котором, если кто-то из футболистов может выпасть из игровой практики и, возможно, будет проблемная его форма в решающих играх. Разговор с футболистами иностранных команд, потому что у них в июне будет завершение сезона, когда они закончат сезон, что они планируют делать между последней игрой клуба и началом сбора сборной в июне, как мы можем это вместе спланировать, чтобы он в максимально лучшей форме приехал на сбор и был готов к июньским играм Лиги нации. То есть вот это только одна из составляющих, безусловно, это опять же работа со штабом сборной, с тренерами, потому что, в принципе, там раз-два раза в неделю мы собираемся, мы вот многие из этих вещей, которые не индивидуальные, а общие, мы вместе их обговариваем и уже непосредственно подготовка к этим играм. Сначала стратегия на товарищеские игры, какие у нас есть задачи на сбор, какая у нас есть игровая идея на эти игры, с какими соперниками, что мы готовим через разрез товарищеских игр к июньским играм уже официально. Это интересная работа? Быть тренером сборной? Это другая работа, это другая работа, чем работа клубного тренера, который каждый день выходит на поле, у которого каждую неделю игра. Да, это интересная работа, но она очень специфическая. Я, честно говоря, мне очень помогло то, что я долгое время работал тренером У-21, где есть похожая специфика вот этой сборной. Потому что я думаю, что именно, я только про себя говорю, если я пришел бы из клубного футбола, мне было бы намного сложнее. Потому что есть очень многие вещи, которые вообще диаметрально противоположные. Потому что есть одна разница, когда у тебя есть 300 тренировок в году, ну не 300, ладно, там, к примеру, 150, 180 или 200, и когда у тебя за весь год есть 8 тренировок полноценно. Совсем другое планирование, ты должен очень четко вырисовывать акценты, ты должен очень четко понимать, что ты делаешь между сборами, какую-то информацию доносишь до футболистов, как ты с ними работаешь. Это интересная работа, но она очень специфическая. Общение один на один, это важная часть вообще с футболистом? Очень важная. Очень важная. По мне, вот для тренера сборной это очень важная часть, и очень важно понять мотивацию футболиста, понять его характер, потому что есть, например, футболисты, которых лучше не очень часто обеспокоить, если они очень интровертные, и для них это такой еще дополнительный стресс, ты должен понимать, с кем ты должен больше общаться, кому это помогает, кому это мешает, какой есть твой посыл, какой формат общения, насколько доверительные ваши отношения, и очень важно и то, что когда идет вот это общение, какие следующие шаги с обоих сторон после этого общения. То есть условно, Улдрикес забивает гол в чемпионате Голландии, вы ему пишите смс-ку или нет? Да, иногда пишу, иногда звоню, иногда не пишу. Есть тренеры, которые наоборот держат какую-то дистанцию, такое немножко армейские, знаете, отношения, что не позволяют каких-то шуток, даже между собой, футболистом, что на тренировке все спокойно, играем, не говоря уже в свой адрес. Нет, у меня не такой формат, у меня формат такой, что я люблю, чтобы была дисциплина, чтобы был порядок, но я считаю, что, скажем, такая естественная, здоровая среда, в том числе со здоровым юмором, это только способствует тому, чтобы игрок был чуть-чуть раскрепощен, чтобы он больше своих сильных качеств мог проявлять, но это не должно переходить в фазу, где это мешает уже работе. То есть это, ну, в дурь не должно переходить, а вот в таком нормальном виде, нет, мне кажется, это здорово, это нужно, это правильно. Много говорили о вас как о тренере сегодня, а год для вас как для человека, да, Анис Казакевич, как прошел? Сложно, сложно, потому что, в принципе, это был сложный год, каждый сбор, это, ну, очень большой психолог, психологическая нагрузка, это очень большое давление, это очень большая ответственность, желание все сделать на максимуме, такие, да, переживания за то, получится ли все, и вроде, когда получается, там, на совсем маленький отрезок времени, вроде так, выдохнул, порадовался, пять дней, и потом ты понимаешь, что все, включаешься заново, опять новые ситуации, новые проблемы, которые тебе надо решать и двигаться вперед, но интересно, интересно, это, скажем, очень большой опыт для меня, для моего тренерского штаба, и, скажем, я могу сказать, что, наверное, ни одна учеба, ни одна теория, ничего не может заменить, вот такой один год работы, но сложно, непросто, и вызовов было очень много, но, тут опять же, такой момент, что, наверное, я из тех людей, которым повезло, что я нахожу такой правильный баланс между личной жизнью и между профессиональной жизнью, и приезжая домой, переключаясь на семью, это, наверное, тот, тот вот мой эликсир, который мне дает возможность быть, быть в форме, быть спокойным, быть такой, с трезвой головой и целенаправленно, не шарахаясь, идти вперед. Ну, а Деда Мороза, какой подарок хотите получить в этом году? Хороший вопрос. Я думаю, что вот самый лучший для меня, наверное, подарок, чтобы все мои близкие, они были живы, здоровы, что все было хорошо и не было плохих новостей. Вот это, наверное, то, чему я бы очень радовался, потому что, много у нас есть, много у нас дано. Если мы живы, здоровы, если мы занимаемся любимым делом, это приносит нам кайф, это приносит нам удовлетворение, да, это приносит иногда такие сложные жизненные проверки, но это тоже же хорошо, когда ты через что-то переступаешь и двигаешься вперед, когда тебя дали по башке, а ты вроде не упал, встал, встряхнулся, пошел дальше, уже в следующий раз не дал, что тебе дали по башке. Так что, я думаю, что вот это, наверное, самое важное, что все близкие вокруг были живы, здоровы, и все было хорошо. И у меня, и у моего тренерского штаба, и у наших ребят, потому что, наверное, это то, на что мы очень часто не можем повлиять, и это то, что приходит, как всегда, как неожиданная такая проверка на прочность, и вот я пожелаю, чтобы, я бы хотел пожелать, чтобы ни у кого, ни из моих близких, ни из нашей команды, вот в следующем году не было ситуации, когда они сталкиваются вот с такими проблемами, на которые они не могут повлиять, и которые будут так сильно бить по их близким. Будем надеяться. Спасибо большое вам. Спасибо.